В эфире телеканал АПС информационная программа Панорама Севера. В студии Лариса Истомина. Здравствуйте. Сегодня в медицинском клиническом центре имени Симашко состоялось открытие модуля радионуклидной терапии и диагностики. Здесь будут проходить лечение люди, страдающие раком щитовидной железы. С новейшими технологиями в медицине познакомилась и наша съемочная группа. Специалисты утверждают, что радионуклидная терапия – единственный метод, который может излечить рак щитовидной железы. До сегодняшнего дня лечение с помощью ядерной медицины можно было пройти только в Обнинске. При том, что в России раком щитовидной железы ежегодно заболевают около 9 тысяч человек. Мы можем за год в этом замечательном корпусе принять максимум 450 человек. Но это все-таки первый значимый шаг, потому что мы достаточно мощное учреждение. И я думаю, что сможем помочь, по крайней мере, северо-западному региону. Очередь очень большая, уже со всей страны к нам записываются. Эти кадры в своем роде уникальны. После начала работы центра вход посторонним сюда будет недоступен. Радионуклидная терапия основана на использовании 131-го йода, известного как радио-йод. Попадая в организм, препарат направляется непосредственно к злокачественным клеткам, полностью уничтожая их. С появлением первого больного, принявшего радио-йод, здесь будет установлен особый режим. Ведь такой пациент на короткий срок становится радиоактивен. Выход из палаты первые четыре дня строго запрещен. В противном случае мгновенно сработает специальная система оповещения. Вызов персонала в палату по специальному сигналу. Строительство центра началось четыре года назад. Тогдашнее руководство области не спешило одобрить столь масштабный проект. Но мэрия города выдала разрешение на его строительство, объективно оценивая важность создания подобного комплекса для архангелогородцев. За последние несколько лет больница Симашка, и так прославленная и занимающая ведущее место среди лечебных учреждений нашего города, за последнее время действительно превратилась в очень передовой лечебно-профилактический центр. И следующим шагом, это строительство такого центра, ядерной терапии. И, конечно, мне бы хотелось пожелать, чтобы как можно меньше архангелогородцев попадало в этот центр, чтобы они были здоровы, и такой вид болезни их не мучил, так же, как и все прочие. Но, если уж случилась беда, возможность профилактики, она теперь у нас есть. И это огромнейший шаг в оздоровлении жителей города Архангельска, Архангельской области и за ее пределы. Поэтому мне огромнейшее спасибо хочется от всех горожан выразить вам, уважаемая Елена Владимировна. Я считаю, что день в год 430-летия города Архангельска – это замечательный подарок нашим горожанам. В 2010 году из 300 мест страны для запуска пилотного проекта по строительству центра радионуклидной терапии был выбран Архангельск. Именно здесь, в клиническом медицинском центре Симашка, расположена подготовленная научная клиническая база и работают высокопрофессиональные кадры. Проект был реализован в рекордно короткие сроки. Этот проект практически первый в истории отечественной ядерной медицины, поскольку модульных центров ядерной медицины до возведения, вернее, до начала принятия решения на строительство этого центра в стране не было вообще. Жители города Архангельска, Архангельска области получают великолепный центр, абсолютно современный. То есть вот здесь можно просто завидовать. Завидовать и порадоваться за то, что у вас это свершилось. Возведение центра радионуклидной терапии и диагностики в Архангельске – это прямое доказательство того, что высокие технологии – не фантастика, а существующая реальность. То, что здесь и сейчас, дает возможность спасти здоровье и жизнь людей. Екатерина Грицыенко, Ольга Красулина, Сергей Минин, Панорама Севера. Сегодня в столице Поморья открылся второй юридический инвестиционный форум. Одним из его ключевых событий стало расширенное заседание Координационного совета при председателе Совета Федерации, где говорили о внесении поправок в уголовно-исполнительное законодательство. На форуме побывала моя коллега Елена Матвеева. Уголовно-исполнительное законодательство России требует перемен, вдумчивых и точных. Стратегической линией пенитенциарной политики должна стать гуманизация исполнения уголовных наказаний. Но как именно этого достичь? Об этом парламентарии, научное сообщество и правоохранитель говорили на расширенном заседании при председателе Совета Федерации. Трактовка вот этого законодательства об условно-досрочном освобождении, она такая очень широкая. И можно на этом немного злоупотреблять. И люди, которые в принципе уже исправились, они не могут выйти. Важный постулат уголовного права, знаете, мы наказываем, чтобы исправлять. Но наказание, оно должно быть достаточным. В частности, речь идет о поправках в закон об условно-досрочном освобождении, облегчении механизма УДО для различных категорий заключенных. Например, тем из них, у кого во время пребывания в тюрьме появились иждивенцы. Я думаю, что мы можем получить некий такой правильный консенсус для того, чтобы продвигать те инициативы законодательные вот в данной сфере. Поэтому результат должен быть совершенно практический. Несколько поправок в законодательство в соответствующее отраслевое. Ожидается, что поправки в закон об УДО будут вынесены на обсуждение осенней сессии Государственной Думы. О законах, но уже в их связке с инвестиционным климатом в регионах, адвокаты говорили на пленарном заседании форума в САФУ. Одна из главных тем – потенциал государственно-частного партнерства. Как институт оно заявлено, но вот работает далеко не везде. Почему инвесторы не торопятся участвовать в нем? Безусловно, я думаю, что Архангельск в этом плане не отличается от других регионов. Поэтому административные барьеры все-таки еще присутствуют. И я, конечно, сторонник принципа единого окна. Когда инвестор, приходя в тот или иной регион, четко понимает, что вот в этом окне он получит необходимый объем информации, документации. И его действительно будут ждать. А не он будет просить и стучаться, пустить его в регион. Завтра на дискуссионных площадках форума обсудят правовые проблемы в отраслевых рынках Архангельской области, вопросы антикризисного управления и банкротства, а также уголовной ответственности бизнеса. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Панорама Севера. Восстановление Архангельского Свято-Троицкого храма началось еще в начале 90-х. Спустя десятилетия силами духовенства и неравнодушных северян в храме возродилась жизнь. Свой вклад в общее дело внесло и белорусское землячество Архангельска в лице своего председателя, депутата областного собрания Виктора Зари. В Свято-Троицком храме Архангельска он бывал не один раз, но сегодня повод прийти в церковь особый. В руках у депутата Виктора Зари икона с изображением православной святой Ефросинии Полоцкой, много лет отдавшей переписыванию книг с латинского и греческого языков. Она передана мне в Полоцке с женского монастыря Ефросинии Полоцкой, там, где сейчас одно из таких святых мест Белоруссии. Там егумение Евдокия, которые вот именно, вот они там написали эту икону, они ее осветили, она обмолена, все, и поэтому икона имеет статус, я так считаю, для нас, по крайней мере, белорусов, эта икона будет для нас очень важна. Инициативу белорусского землячества передать икону в дар храму поддержала Архангельская епархия. Святая Ефросинья особо почитаема верующими, ведь часть книг, которые были и переписаны, продавалась, а вырученные деньги раздавались нищим. С сегодняшнего дня поклониться святой Ефросиньи Полоцкой может любой прихожанин свято-троицкого храма. Символично, что день передачи иконы в дар храму совпал со знаковым для белорусской общины праздником – Днём независимости республики. Хороший повод, чтобы не только получать поздравления и подарки, но и самим дарить их. Артемий Завальзин, Олег Ширеев, Панорама Севера. Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции – День ГАИ. Сегодня этому ведомству исполняется 78 лет. Роль госавтоинспекции сложно переоценить. С каждым годом возрастает численность транспорта, всё более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но и настолько же и необходима. А вот каким должен быть современный сотрудник ГИБДД, мы спросили у жителей Архангельска. Он должен обладать многими качествами, в том числе и психологией, потому что нужно знать человека, знать, с кем общаешься. Внимательным нужно быть очень, чутким человеком. Вот это самое главное, а от этого пойдёт всё остальное. Ну, во-первых, быть всегда в форме, как бы всё это, всегда приятный, вежливый, неподкупный. Всегда в любую минуту мог прийти на помощь, если его попросят. Главное, чтобы знал правила ПДД. Мне кажется, самое главное. Сотрудник ГИБДД должен быть умным, ответственно подходить к своим обязанностям, быть вежливым с гражданами и, кстати, обаятельным. Хотелось бы, чтобы они более были спокойны и ответственны. Грамотный, добросовестный, энергичный. Ну, желательно относящийся доброжелательно к людям. Ну и строгий, когда надо. Далее в выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. В Архангельск пришли предварительные итоги единого госэкзамена. Выпускники школ областного центра в этом году своими результатами снова доказали высокий уровень знаний. Гордостью Архангельска стали 18 человек, набравшие на экзаменах 100 баллов. В этот раз отличились 11-классники из городских гимназий номер 3, 6 и 21 университетской Ломоносовской гимназии, муниципальных школ номер 8, 10, 14, 62, 82, а также эколого-биологического лицея. В Архангельске отремонтируют областную библиотеку имени Добролюбова. Губернатор региона распорядился изыскать финансирование для начала работ по ремонту фасадов здания Добролюбовки уже в этом году. На сегодняшний день утвержден проект ремонта, на реализацию которого необходимо около 30 миллионов рублей. У руководства библиотеки уже есть идея создать рядом ландшафтный комплекс «Книжный парк», в котором будут проходить различные мероприятия. 8 июля в 18 часов на набережной Северной Двины у памятника Святым Благоверным Петру и Февронии Муромским состоится городской семейный праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. Почтенные архангельские пары с золотым и бриллиантовым стажем поделятся секретом долголетия своих супружеских союзов. Победители конкурса детских колясок «Мое первое авто» покажут шедевры своего творчества. Пройдут мастер-классы и викторины, а также для горожан выступят лучшие архангельские артисты. «Мои рукодельные радости» – так называется выставка работ мастера рукоделия из Новодвинска Марины Сухих. Головные уборы, коврики, полотенца, народные костюмы и куклы – все изделия создавались авторам несколько лет. Новодвинские школьники, побывавшие на выставке, не только посмотрели представленные экспонаты, но и узнали об их истории. Руководитель творческой мастерской искусницы Марина Сухих умеет делать все – и ткать, и шить, и вышивать, и вязать, и даже лепить из глины. Изделия на выставку «Мои рукодельные радости» она мастерила несколько лет. Я предложила провести выставку свою в связи с предстоящим юбилеем. И представить еще работы не только свои, работы своей семьи и работы семейной мастерской. Пока мы ее назвали «Поморская лепота», потому что живем в Приморье, и стараемся выполнять работы именно традиционные. Познакомиться с народным творчеством в тот день пришли учащиеся второй школы. Марина Сухих рассказала школьникам о своей выставке, на которой были представлены головные уборы, коврики, полотенца, народные костюмы и куклы. Традиционно и нижняя рубаха, сарафанчик там, и обувь, и головной убор обязательно. Ребята не только посмотрели представленные изделия, но и узнали об их истории и применении. Например, что такое накосник и для чего используют коврики-кругляши. Выставка «Мои рукодельные радости» продлится до 19 июля. В Доме детского творчества она работает ежедневно с 9 до 12 часов. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат, важных событий Архангельска. 4 июля в 14.30 начнется прямая трансляция из Архангельского городского культурного центра церемонии вручения знамени УФСИН России по Архангельской области. В мероприятии примут участие руководство и представители правительства региона, мэрии, силовых структур, сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы. 5 июля в культурном центре Рикосиха по случаю 85-летия Приморского района состоится праздничное театрализованное представление. 6 июля пройдет праздничное гуляние «День Маймаксы», посвященное 430-летию города Архангельска. Прямые трансляции этих мероприятий также можно будет увидеть на телеканале ПС. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране. Только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». В программе празднования юбилейного дня рождения Архангельска не обошлось и без массового застолья. В данном случае речь пойдет о любителях настольных игр. В районе Площади мира была организована площадка для шахматных баталий. С подробностями Алексей Карельский. У Тани Чудаковой в этот день исполнилось скромное, но заветное желание. Юная любительница шахмат уже как-то спрашивала разрешение родителей вынести доску на улицу. Да потому что солнце яркое было. Мне на улице хотелось гулять. Тогда взрослые не позволили, мол, еще фигуры растеряет. А тут и выносить из дома ничего не надо. В твоем распоряжении несколько столов с любимой игрой и сколько хочешь соперников. Подарок девочке, как и всем архангельским поклонникам шахмат, преподнесла в ней города детско-юношеская спортивная школа номер 5. Причем сделала ход конем. Зазвала народ на площадь мира не только уличной версии своей профильной дисциплины, но и настольным хоккеем. А через чего в шахматной школе вообще настольный хоккей? Ну это для детей, просто когда летний лагерь, им нужно чем-то заниматься, кроме шахмы. Пока на черно-белых полях слоны мирно поедали коней, в товарищеских поединках на ледовых аренах в миниатюре бушевали турнирные страсти. При этом детей в сетке соревнования практически не было. Зато список постоянных участников из числа взрослых пополняется из года в год. Неужели в детстве не наигрались? Да почему наигрались, но мы еще хотим поиграть. У нас такого хоккея не было. У нас второе детство, так сказать. Просто весело, нормально. Тренируешься и встречаешься со знакомыми ребятами. Хороший коллектив, хорошая атмосфера. Алексею Антонову хорошая компания друзей помогла стать победителем хоккейного турнира. Причем в третий раз подряд. Алексей Карельский, Руслан Симушин, Панорама Севера. Далее в выпуске информации о курсе валют на 4 июля. По данным Центробанка на 4 июля доллар США 34 рубля 19 копеек, евро 46 рублей 69 копеек. И на сегодня это все. Вы смотрели информационную программу Панорама Севера. В студии была Лариса Истомина. До встречи на телеканале ПС. В Вельске 4 июля ожидается малооблачная погода плюс 18-21. В Котласе переменная облачность, небольшой дождь, 18-20 градусов тепла. В Мирном в пятницу будет облачно с прояснениями. Возможен дождь плюс 16-21. В Новодвинске облачно, дождь, возможно гроза, плюс 13-16 градусов. В Архангельске 4 июля облачно с прояснениями. Утром дождь с грозой. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти.